Сегодня 70 лет со дня смерти академика Николая Зелинского. Человек, который открыл активированный уголь и изобрел противогаз, родился и вырос в Террасполе. В столичной гуманитарно-математической гимназии к бюсту академика возложили цветы. Научный институт прогонической химии, академика Зелинского. Эти кадры сделаны в 1947 году. Николай Зелинский работает в своем кабинете, а здесь академик проводит занятия. Зелинский не любил сниматься и отказывался давать интервью. Но в тот раз сделал исключение и все же пустил съемочную группу к себе в лабораторию. Вот он, тот самый принесший Зелинскому мировую славу противогаз. Изначально он сам пострадал от этого газа и приведет, проводя химический опыт, и он его, можно сказать, открыл. И он понял, насколько он опасный, потому что он получил ожоги тогда многочисленные. И до конца своих дней он ходил всегда в рубашку с длинным рукавом, потому что на теле его были ожоги. Зелинский родился и вырос в Террасполе. Вот дом, в котором жил будущий академик и мировая звезда химии. Теперь это мемориальный музей. Там хранятся его семейные фото, медали за научные достижения, пиджак. И даже сохранилась гостиная, где известный ученый пил чай. В Террасполе Николая Зелинского помнят и хранят память о знаменитом земляке. Самое главное, что он родился здесь, в Террасполе. Это наш земляк. Мы гордимся. И сделали памятную медаль за гуманизм и бескорыстие. И вот эту медаль мы тоже тем людям, которые много что знают о Зелинском и тоже пытаются быть хоть чуть-чуть похожим. Изобретение Николаем Зелинским противогаза спасло миллионы жизней. Активированный уголь, который он открыл, это главная составляющая защиты от газа. Он, кстати, есть в любой домашней аптечке, как лучшее средство от отравлений. Сегодня 70 лет со дня смерти академика. В столичной гуманитарно-математической гимназии или в народе шестой школе к бюсту академика возложили цветы. С 1961 и до начала нашего века она носила имя академика Николая Зелинского. Дарья Булига, Владимир Дружинин, ТСВ.